Сейчас мы были на выставке, посвящённой 350-летию Петру Первому. Почти ничего не изменилось. Удивительно, как-то вот приходишь к этому осознанию, к этому пониманию. Ну вот Пётр Первый Северную войну, он 21 год вёл. Казалось бы, там, воевал со Швецией, что-то отторгал. Ничего не отторгал, он возвращал. Да, а как? Так и есть. Ну, судя по всему, на нашу долю тоже, значит, выпало возвращать и укреплять. Теперь мы с вами понимаем, как выглядят планы российского государства на будущее. Мы возвращаем и укрепляем. Иные испугались, но чьи-то проблемы точно не наши. Президент сформулировал, поставил задачи. Главное, сразу ясно, на ближайшие годы, что нам предстоит. Возвращать и укреплять, да. Ну что, будем возвращать? Да, и укреплять. И укреплять. Мир изменился. Эпохе вот этого американского колониализма настал конец. И уже никогда это не вернется. А Россия в этом новом мире будет именно той силой, именно тем ориентированом нравственности, ориентиром чистоты, ориентиром правды и правильности, которой будут стремиться все здравомыслящие люди на нашей планете. Путин говорит об укреплении. Путин говорит о расширении. Ну что такое возвращение? Это расширение. Мы же до этого потеряли, значит, теперь надо возвращать. То есть это совершенно другая постановка задачи. Это совершенно другое целеполагание. Это интересно становится. Жить становится интересно. Ну если мы будем расширять, то, наверное, просто придется расширять. Ну, например, нужны нам запчасти. Ну давайте расширимся до тех мест, где заводы стоят, производящие запчасти. Мне как-то по-прежнему обидно за кома. Давайте расширимся. Петр произнес замечательную фразу. Мы Европу возьмем все, что нам надо, и повернемся к ней задом. О чем говорить? В этой фразе все, что есть. Россия, империя по существу. Я считаю, что Россия, да, это естественный наследник татар-монгол, которые создали первую империю на территории Евразии. По поводу выступления этого дуба, которое меня возмутило просто до глубины души. Если уж на то пошло, для Польши, может быть, имеет смысл вспомнить о границах 1939 года. Он говорит, если мы боимся российского ядерного оружия, мы все должны сдаться сразу. Должны ли мы испугаться и выполнять директивы Путина и проводить его политику по всей Европе, потому что мы боимся ядерного оружия? Вот что я бы сказал, господин Дуду. Вы знаете, это очень цинично. Но это, как говорится, с волками жить по волку выть. Я на это отвечу, да, должны. Да, должны. Потому что так устроен этот мир. Так устроена жизнь. Поэтому, ну, приходится признать, что если вы не умеете создать того оружия, которое вас может защитить, если у вас нет этих инженеров, если у вас нет этих ученых, если у вас нет промышленности, то, значит, вы должны, да, считаться с тем, что есть страны, которые, да, определяют вашу жизнь. И с этим ничего не поделаешь. Есть страны, которые, вот, несмотря ни на что, как Северная Корея, маленькая страна, взяли и, как говорится, это, и всем доказали, доказали, что они могут быть суверенны. Теперь, а следующий-то кто? А следующая Восточная Европа. А нам не хочется. И кто первый-то наслитие, почему, так сказать, такие? Польша, там рядом, да, как бы, ближе всего к Украине, а ближе всего к составу бывшего Советского Союза, Прибалтика. Поэтому они себя так и ведут, поэтому они кричат громче всех. Я прям вспомнил великого пророка политического наших дней, к сожалению, сейчас его нам сильно не хватает, Владимира Вольфовича Жириновского. Вот, что говорил Владимир Вольфович на их счет. Когда вот такие шавки тявкают в мировом процессе, потом их оккупируют, а потом будут орать, почему нас оккупировали. Обязательно вся Прибалтика будет оккупирована. Или вся будет уничтожена. Вильнюсский край отдать Лукашенко, это Белоруссия. Город Ивангоев, Нарва и Кокт-Лавярва, это русские живут там. То есть Восточная Эстония в состав Ленинградской области. Восточная Латвия в состав Смоленска и Псковской области. То есть там должно быть только Каунас, Шауляй, Поневежес. Вот маленькое литовское княжество. А вокруг Россия. И Украина, Донбасс верните, Харьков верните, Одесса, Крым. И во Львове сделайте столицу независимой Украины. И обслуживайте поляков, как это вы делали всегда. Это сколько лет, да? Я же не случайно говорю. Надо было внимательно им всем слушать, Владимир Вольфович. Мы говорили о новой империи. Империи нового типа, как хотите. Но мы не подобрали ей название, что неправильно, на мой взгляд. Мне нравится Россия. И хорошие. Понимаете, наши все эти бывшие партнеры, а нынешние недруги, всегда пытались нас обзывать империей зла. Нет. Россия это империя добра. Россия это империя добра.